Ла ла-лаила Ну а это надо обломать у себя. Ого, давай я тебе обломать. Не бойся, ну вот не бойся. Синят будет, я у тебя убью. Не будет. Твою боль. А что, пидурок? Ну и синят будет. Видишь, обмылок не разбилось, обтвое разбилось. Давай. Вообще не больно. Шкарлупка меня немножко царапнула. Садик у нас до 10-го числа, ребята, работает. Люда чистит сейчас яйца. Мы только что пообедали и захотелось спать. Так и будет. Сейчас поспим. Потому что если мы не поспим перед Новым годом, это будет жесть. У нас такая старая традиция. Не ходим в баню, а спим больше. Никита вчера отрубился. Вообще, капец, ребята. В 7 часов вечера. В 7 часов отрубился и в 7 часов утра проснулся. Вот как здрасте. Вот как здрасте. Мы уехали в 4 часа. Милана проснулась в 3 часа, не спала. А Никита тоже в 4 часа проснулся почему-то. Хотя тихо все мы делали. И это еще не спали. Никита днем не спала, а бабушка с Миланой немножко поспала. Так что Никита в 7 часов вечером. Не, а он уснул в 5, в 6 я его разбудила, чтобы не оконесено это. Но он такой весь сонный был. Я говорю, Саша, давай я его купаю и ложи спать, пускай спит. И он в 7 часов уснул и до утра, прям до 7 утра или до 8, не знала. Так, дальше мы это делаем. Значит, мне надо взять огурец. Огурец. А 4 яйца точно хватит? Ну, хватит. На салат. Вот, Люда, надо поворачивать мордочками вперед. Соль и сахар. А ты поставила их? Ну, я мордочками поставила. Ну, вот. Мне нравится, когда все как на витрине. Я аккуратист. Аккуратист. Прошу не путать с каратист. Мне нравится, когда все аккуратно. Люда все-таки почистила картошку нам на вечер. Чуть-чуть, говорит, пусть будет. Картошечка. Да? Да, вот. Вот это все ингредиенты. Огурец-то дебелый. Да, вот. Дебелый. Потом пишет нам в комментариях, что какие-то ненормальные. Если не понимаете шуток, то я... Шутка юмора. Холодный такой аборец. У Люды синячара такой, где-то набила уже. Где набила синяк? Ну, где-то стукнула. Где шлялась? Где стоит стукнуться и все. Так, морковка корейская. А, тебе морковка... Как она? Корейская морковка нужна для салата, да? Угу. Так, что мы сейчас делаем? Нарезаем аборец? Да. Что это за салат? Хоть как он называется, расскажи. Ну, он должен быть в корзинах. А я... Меня посмотри. Что такое? На меня посмотри. Я аборец возьму в руку. Другой стороны. Ага. Ага. Саша так надевает. Ну, правда, большой. Ой, а что делать? А, подожди. Ай. А я не помню. Ну, эти... Соломка, что ли? Ты вспомни желательно. При тем, как режешь. Ну, это же длинное, вот, поэтому и... А он хоть паснет огурцом? Ну, поехали. Ну, да. Ну, да. И прямо очень свежестью пахнет. И вот так, короче, нарезаем, да? Угу. Очень пахнет свежим огурцом. Прям вообще капец. Где они его выращивали? Ладно, попробуй. На вкус нормальный? Хоть аборец? А, ну, дай мне кусочки попробую. Не очень, да? Так, куда-то мне такой шмотелок. Ну, ну, ничего. Нормально. Пойдет. Вот какие люди, да? Летом уже шить огурцов дохренища. И больше. Ну, особо не люблю. И в салатах они везде. А вот зимой хочется свежего огурчика. Потому что они... Ну, потому что мы только их едим. Хочешь свежего огурчика зимой? Чего ты смеешься? Правда. Любишь свежие огурчики зимой? А че ты смеешься? Ты дурочка. Себя полом срезать спрашивают. Да, люблю. Чтобы так пах хорошо. Очень. Свежесть. Так. Зародима спиной на салат. Я такой салат не знаю. Этот салат должен был, Люда говорила, быть в сырных корзинках. Длинное видео вам, ребята, снимут длинное видео. Так что смотрите. От корки до корки. Потом перескажете. А сейчас я задам специальный вопрос, чтобы вы на него ответили в комментариях. Значит, вы посмотрели до середины видео. В каком году первый раз отпраздновали Новый год? А в каком, я не знаю. Вот пусть отвечают. В каком году первый раз Новый год отпраздновали? Вот такой вот вам вопрос. С заковыркой. Потом я еще один вопрос задам. Так что ждите. Да все, хватит уже. Господи. Не порт людям Новый год. Право выбора. Грудка. Куриная. Маринованная. Тавр. Это ростовская, кстати, компания. У них колбасы вкусные. Ну, не все, конечно. Город Ростов. Да? 30 суток хранится. Открытые трое суток хранится. Грудка птица. Куриная. Грудка. Продукт из мяса птицы. Копчено-вареная. Охлажденная. Под вакуумом. Что тут еще написано? Ростов-на-Дону. Буденновский переулок. 99. Если захотите купить такую грудку, едьте в Ростов. На Буденновский переулок 99. Спинка чешется? Да, почешу. О-о-о. Как я люблю, когда мне спину чешут. Но мне никто не чешет. О-о-о. Она прям такие. Она посредине. О-о-о. Нет. А мне потом почешешь? Получила полный экстраз. Ха-ха. Фух. А то чем больше чешешь, тем может... Спина грязная. Хочется. Я шучу. Я шучу. Дети наши кончаются. Сегодня Милана нам такое устроило. Почему-то у Насти с Тиртока. Никто ее не знает. Ну, я общую говорю. Малый сегодня получил с утра подарок. Какая Настя? Ну, Настя, в которой Милан. А, ну ее знают. Это, извините, я неправильно сказала. Думала, какая-то Настя другая. Я говорю, сын получил сегодня подарок. Ну, это их личное дело, когда подарки коррят. А у нас как-то заведено. Ну, ночью нет смысла дарить. Можно было бы. Но это же они не будут. Вообще ночью дарятся. Вообще ночью дарятся. Ну, а мы с утра. Вообще ночью дарятся подарки. Нет, вообще-то 1-го числа с утра дарятся. Да нет. Вообще-то ночью дарятся. Ночью приходит Дед Мороз, кладет подарки. И что, ну, ребенок просыпается. Ну, вообще неправильно. Ночью дарятся подарки. Они выходят куда-нибудь в другую комнату. Дед Мороз заходит через балкон. Так. Давай я открою. Давай я открою, сейчас ногти поломают. Люда всегда дует на мои волосы и говорит, какой-то ветерочек подул. Так, что это означает? Блин, а как я ее надавливаю? А тебе надо слить ее, да? Возьми сеточку. Сеточку вот эту вот металлическую. Да. Возьми. Вот, что ты без меня делала? Давай, всю ты будешь выливать? Да. Да, конечно. Все. О! Вот так ее разтормоши. Ладно. Сейчас мясо надо поставить. Все, сливается. Корейская капустка. Старый мясо. Ага. То есть морковка. Все, предварительно разогрев в сковородку, ой, духовку. Натали, удали мои печали, Натали. Ого, жерло. Саш, наверное, яйца тоже буду. Яйца свежие хоть? Ну, какие купил? Ну, я покупал свежие. А у моей бабушки была такая специальная штука. Ложишь яйцо, накрываешь такими, как струны. И струны эти разрезаю. Я вот думаю, кубиками резать, да? Хочешь, треугольничками. Не, или полосками. Ну, все равно покрешится. Ну, давай полосками. Вот так вот. Да. Несколько белка. Уже и яйцо желток не докладывает. Скуры эти. Все. На рыночных отношениях построили. Пахнет яйциками. Тебе пахнет яйциками? Сейчас меня заблокируют видео за авторские права. Почему? Ты песню поешь. Я шучу. А что это за песню ходить? А то я свой шезам не могу настроить. Понимаю, что это такое. Так тебе нечем настраивать. В смысле? У меня третье ухо есть. Ой, третье класс. Нет. Как оно правильно называется? Львиный слух. О, нет. Двежья лапа. Как оно правильно называется? А как это говорится? У меня не идеальная слуха как это. Ну как, вспомни, пожалуйста, у тебя третье ухо. Правильно. Опять придется иди обрезать. Ты уже будешь обрезать. Хороший кусок придется вырезать. Не вырезай, пускай. А, конечно. Я там отекнулась, ребята. Не надо. Ничего страшного. В праздник не надо напекляться. Потому что пипец, что Саша ляпнет. Что я сказал? Обычно. Ну вот если не вырежешь, пускай посмотрят, как ты мне говоришь. Комплименты. Так это не комплименты. Это просто я сказал по факту. Ты открыл широко рот. Поэтому я так сказал. Ну вот и не вырезай. Я переживаю за свой имидж. Я, короче, этот новый там подрезала под корень. У меня, во-первых, он треснутый. И очень... Вот тут вот-вот. Я не хочу даже такой смотреть. И если я задену, не дай бог, то все, пипец не будет. А Милана вчера так пальчиком стукнула. Кров пошла. Мы уже думали, что, блин, не дай бог перелом. Потому что Саша говорит, пошевели пальчиком. Она не может. Ну понятно, что не может. Потому что забилась она. Так она вот так вот ходила. Вот так вот ходила. А сегодня с утра даже и не вспомнила. Пошла, побежала. На пятках вчера ходила. Говорит, мама, принеси водички. Я же пошла на кухню водички принести. И она за мной пошла. Вот так вот. Как будто. Как будто. Последнее яичко. Туда одновременно с готовкой проверяет кусок. Да, что там проверять? Просто что-то так горело. Думаю, мама уже... В этот раз мы купили левятину, ребята. Да? Ты льва купила? Кого? Льва. Левятину. Ну, конечно. Это вот тигра сам. А, тигрятину ты купила? Это мы тигрятину запекаем, ребят. Бобра уже попробовали? Не будем. Больше не будем. Ну, где-то мы ломайте. Вкусно, но не стоит в тех денег. Это еще рубля. Вкусно и не грустно. Здравствуйте, девчонки, ребят. Мы к вам приехали. Мы к вам приехали на час. Хорошо, что я с Гуня полы побыла. Вам круто повезло. А ну, скорее любите нас. Что-то там, да-да-да. Ну-ка, все вместе. Мне, короче, не поместятся сюда. Я же думала, а что. Руки развести. Ой, уши развести. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши. Нет? Ты видишь? Никит, пожалуйста. Не правда, не вытирайте. Идите. Ладно, я сейчас это. Спасибо большое. Дорогие друзья. Вот так вот. Давай. Никит, погладь ее. Пожалей. Поехали. 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 Поехали в больницу, говорит. Как это салат называется? Счастья Александра. Надо, кстати, шампанское в холодильник поставить. Что смотришь на него? Говорю, шампанское в холодильник. Хорошо. Ну-ка, все вместе. Ой, не командует. Они стоят? Командуешь? Как вот так. Вот я к вот ту-воту. Виски не надо же, да? Виски? Ах, хер его знает. Виски. Я не знаю. Виски надо, не надо. Слушай, полоним его пить. Ой, горячее его пить. Пожалуйста, ну не вытирай пол. Он для чего-то поделает. Мама, шорты новые. Дети, дети. Что с вами робите? Куди, господите? Что с вами робите? Да идушь я, идушь я. А шо такое? А шо хотела? А шо хотела? Шкурку эту убрать? Ну, конечно. Зачем она нахер нужна? Она на шкурку. Тут мясо цельное, кости нету? Есть. Хотя бы кость уже убирали, слышишь, вообще уже обнаглели. Ну, как это? Ну, обычно. Отличный. Да, ты попробуй, я попробую. Оценим на вкус, цвет и аромат. Да, теперь. Ммм. Это нежно. Это сочно. Это превосходно. Я думаю, будет вкусный салат, Саша. Ну да. Ребят, последняя грудка была. Поэтому я и захотела его сделать. Свежий будет такой, да? Мне ингредиенты понравились. А ты, что, еще вторую часть будешь туда накидывать? Нет, ну я буду смотреть. Мне кажется, вот этого даже хватит. Вот этого куска. Сдурел на весь салат. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Боже, ты, чест, как больно. Да ладно уже. Я же тебе опять рано, Саша, сделала. Мам. Опять такая фигня. Ну, Люда чистит зубы, как отбойным молотком. И может аккуратно. Свидет на себе пора. А у меня никогда так не было. Ну, а как это можно? А уже второй раз или третий раз так чистить зубы? Я не этого не понимаю. Да, я чистила зубы. Ударилась, обдеснул вот это именно. Частью. Да. И у меня очень болезнь. Короче, ударила зубной щеткой. Зубной щеткой я деснул себя сильно. Рана, это, у меня шло труп болело. И оно только начало зажевать, и я сделала вторую. Ну, молодец. Надеюсь, что показать? Что показать? Не надо. Я этого все боюсь. Все, ребята, посмотрите, что у меня во рту происходит. Не надо показывать. Ну, это я кубик. Тарелочку мне достаняю. Какую тебе тарелочку? Любую. Да, любую. Пожалуйста. Это можно будет, если даже не будешь это расходовать, его просто в строчевую тонку положить и убрать. Да, в курочек. Ну, в курочек. Нет, нет. Ты маленький? Нет. Детки. В садик 10 числа. Фух. Это жесть. Ну, ты так пускай у бабушки стоит. Мы же проедем к моей маме, так что будет видео. А она на сколько, кот? Ну, это не знаю. Может, там ночевать не будем? Нет? Здрасте. Чем это будем ночевать? Я там вообще не смогу, наверное, на слайде. Не-не-не, никаких ночевок. Поедем, посидим и поедем обратно. Я вообще что-то не могу спать. Только я не буду на БМВ в этот раз ехать. Я этот возьму, на Мерсе. Я не буду на БМВ в этот раз. Ясно. А я на велосипеде. А вы спите? Блин, вкусно будет салат, ребята. Я вам гарантирую просто. Именно вот копченую корочку возьмите. Мне кажется, больше не надо куриться. Смотрим, сколько я поперечу. Малая кастрюля маленькая. Оно же классно, когда и мясо капает. Так, чтобы одно мясо там было чешу. Вот как раз кастрюлька полная. Да не, надо еще мясо, Саша. Больше, больше мясо. Ну, надо еще, реально, такое количество. Я так мало. Всегда мясо такое больше. Там шкурка. И вот эта шкурка. Да ладно, сейчас ее. Так, дорогуша. Уже два часа. Ну вот сейчас уже дорезаю. И все. Никита, не бабкай дверью, пожалуйста. Я тебя прошу. Какой дурак это закрывал? Я говорю, какой дурак это закрывал. Это я закрыл, забыл. Ну и что? Шкурку ешь? Вода вкусная, а пластик такой дерьмовый. Прям как бумага пергаментная. Ужас. А вода вкусная. Ну ты посмотри, Кося, не могу его разделить. Давай я разберу. Есть желание. Ну так, оторви его. Дай все. Оторви его, дай все. Вводим до 2-го, 0-го, 0-го, 22-го. До 2-го, 0-го. Ну, если открытый. А, ну ничего страшного, мы можем морозилку сейчас закинуть. Люда, Костя едет. Так, не надо там дверьми клацать. Это надо будет в морозилку накинуть, мне кажется. Ну, ну что надо это делать? Выкинь его кусок, да и все. Смотришь, обдираешь. Сколько там того мяса? Похотела посмотреть в окно? Все, потом я... Пересыплю вот так, помою. И перемешаешь. А у тебя там бадя, это кастрюля есть? Залезная миска. Вот, в миске можно перемешивать. А, это уже все готово, ты уже ничего делать не будешь с ним сейчас? Ну да. Ага, все ясно. Все, мясо у нас готовится. Сколько мяса будет готовиться? Ну, буду смотреть, и да, все, да. Попки выкину. Попки выкину. Холодильник. Рыбочка наша. Люда, а ты рыбу под сыром будешь делать, да? Ага. Попки выкину. Попки выкину. Сырок. Тодоса. И вот такая нарезка я вам вчера показывала. Наверное. Никит, не кричи, пожалуйста. Балык. Вот такая итальянская соляна. Ну, мы возьмем нарезки немножко к маме. Все, что, мы сейчас отдыхать пойдем? Да. Ну, все. А это куда? Может в морозилку положить? В морозилку положить. Кусочек еще хороший остался. Носа. Все, вот в морозилку. Не ковыряйся в носу. Что там брателла твоя сидит? Что за нас еще? Нифига. Короче, уже нет. Все, ребят. Пойдем полежим немножко, отдохнем. Вечером запишем, что будет. Я папа, а ты мама? Да. Почему? Я папа, а ты мама? Я папа, а ты мама? А твой? А твой? А твой? Не ковыряйся в носу? Там 7.50 и спать. 7.50 и спать. Все, отдыхаем. Нет! 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 Нет!